Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о таком израильском городе, как город Нагария. Город Нагария – это небольшой город северного округа Израиля. Это самый северный город, а побережье с земного моря в западной Галилее. Нагария расположена на расстоянии 34 км к северу от Хайфы, 10 км к северу от Ака и 9 км к югу от ливанской границы и пещер Рушаникра. Герб Нагария отражает связь между древним еврейским населением и настоящим еврейским населением, которое живет сегодня в городе. Герб представляет собой щит, разделенный на две части по диагонали. Статус города Нагарии был получен в 1961 году. По данным странно-социалистического бюро Израиля, население города 2016 год составляет 54 305 человек. Площадь, находящаяся под управлением городского муниципалитета, в 10,5 км квадратных. Абсолютное большинство населения города составляет евреи. Город имеет выход к северному морю. Покорение на таком важном буте для патрианок и съем жилья. Живем на Горее как на съем, так и на покупку имеет в основном на сегодняшний день средние цены по Израилю и ниже. Стоимость жилья в городе для израильтянной снимать на комнатную квартиру, где-то будет от 1400 шекелей до 2300 шекелей приблизительно. Снять эту комнатную квартиру на Горее очень тяжело. Комнатная квартира будет стоить от 2000 шекелей до 2400 шекелей приблизительно на съем для израильтянина. Трехкомнатная квартира на съем будет стоить где-то от 2300 до 3000 шекелей приблизительно для израильтянина. Четверкомнатная квартира будет стоить где-то на съем от 2700 до 4000 шекелей приблизительно. При этом съемщику придется платить большую часть коммунальных услуг. Теперь поговорим о таком важном пункте, как работа в Нагоре. Работы в Нагоре не очень много, но в окрестностях побольше. Там идет промышленная зона Хайфы и крают хайфских пригородов, а также промышленная зона Нагоре и крают. Единственное, как обычная, простая работа, так и некоторые числа вакансий во многих секциях экономики. В общем, работа в Нагоре в окрестностях есть, но найти ее вызывает некоторые проблемы. Теперь поговорим о заплате в Нагоре. Заплаты здесь в основном минимальные и средние, поэтому заработки в Нагоре в основном можно не так много, например, в центре Израиля. Заплаты в Израиле рассчитываются от того, сколько зарабатывают за час. На сегодняшний день, в 26 мая 2017 года, минимальная зарплата за час, где только около 27 шекелей. Ниже этой цифры работодатель имеет право платить зарплату, потому что это исходя из закона. Если он будет платить ниже этой цифры, например, где-то 25 или 4 шекеля за час, то наемный работник имеет право подать его в суд, и обычно суды прожидают ему компенсацию. То есть наемный работник этот суд выигрывает. Теперь поговорим о стоимости жизни в Нагоре. Стоимость жизни в Нагоре – это стоимость жизни на севере Израиля. Это явно меньше стоимости жизни в центре страны. Для репатрианта оно будет побольше, чем в какой-то степени, потому что они в основном снимают жилье. Это отражается на семейном бюджете репатрианта. Основные расходы семейного бюджета для репатрианта – это именно расходы на съем квартиры. В случае, если репатрианта покупает квартиру, то у него, конечно, будет основным расходом – это выплаты ипотечные суды. Сегодняшняя выплаты ипотечные суды в Нагоре – она средняя. Вот где-то по сравнению с другими местами в Израиле, в основном по сравнению с центром. На семейном бюджете также отражается чувствительное лечение зубов, страховка автомобилей и покупка бензина для автомобиля. Основные цены в Нагоре – это в основном Израиле, в основном домом терпимые, и существенное влияние на бюджет они в основном не оказывают. Сеть поговорили о таком важном пункте, как о количестве русскоязычных Нагоре. В Нагоре составляют от 20 до 30% общего количества населения. На всех офисах, заведениях, домах живы достаточно большое количество русскоязычных, поэтому языковые барьеры в Нагоре не ощущаются. Теперь о климате. Климат Нагоре – субпропический, сетиземноморский мягкий климат, с довольно жарким летом, а лето здесь продолжает где-то около полгода и с действительно мягкой зимой. Температура во время зимы не опускается почти никогда ниже нуля. В основном температура Нагоре во время зимы от 8 до 15 градусов тепла, иногда даже доходит от 25 градусов тепла. Также зимой в основном впадает дожди, довольно сильная влажность в городе, летом учитывая, что город находится на побережье Средиземного моря. Летом температура уходит от 28 до 35 градусов тепла, а лето здесь с мая до середины октября, иногда до конца октября. Дожди в средине мая до середины сентября – это довольно редкий случай. Теперь поговорим о благоустройстве города. Город Нагоре довольно красиво благоустроены. Есть спортивные площадки, детские площадки, фонтаны, сады, парки, бассейны. Есть прекрасные набережные, прекрасные пляжи. На пляжах в основном есть каменные, но песочные пляжи на Нагоре также есть. Теперь поговорим о таком важном пункте, как безопасность. Терроризм в Нагоре, конечно, существует, но количество терактов незначительно. Также город подвергается обстрелам во время конфликтов с территорией Ливана при конфликте, например, с Хизбалой. Но последние годы это редкий случай. Сегодня в основном теракты происходят в Русалиме и на границе с сектором газа. Теперь поговорим о криминале в Нагоре. В случае криминала, конечно, имеются, но немного и в общем-то он не чувствуется. Большинство жителей его не ощущают. Причем можно абсолютно спокойно гулять вместе с семьей по городу. Теперь поговорим о Шапсе города. Нагоре находится в общем-то на равнине и в этом она резко отличается, например, от хайпы, которые находятся на горе Кармель, в довольно крутом горном хребте. В этом отношении Нагоре тоже выигрывает. Поэтому жителям, которые выехали из таких стран, как Россия, Украина и Белоруссия, все-таки более привычно жить именно в Нагоре, чем, например, в той же Хайпе. Теперь поговорим о загаженности атмосферы Нагоре. Загаженность атмосферы Нагоре приходится приблизительно на среднеизраильском уровне. Больше-то летом в общей жарке и не бывает чувствуется, но немного. Это был краткий обзор про город Нагоре, находящийся в галерее, на севере Израиля, на Моском побережье. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok